Газон-косилка применялась в Первую мировую войну в реальных боевых действиях. Каким образом? Сверху? Нет, нет. Ну, не газон-косилка, а сен-косилка. Комбайн это давайте, на комбайне проедем по полю. Давайте немножечко в сторону. Каким образом можно применить? Ну, там жадкая сен-косилка в боевых действиях Первой мировой. Выкосить те, на которых могут спрятаться боевики? Ну, какие боевики тамарные сделаны? Ну, тамарные. Да, можете здесь косить, где-то встретить, где у кого-то типа. Ну, с косубьями и вторая подъездка будет этой. Вот тогда других нет. Она сама двигается, да? Ну, к машине прицепить будет сама. У нее там ливы какие-нибудь цепляют. Ну, не совсем. Хорошо. Все помните причину появления танка? Историю все учили? Ну? Причину ранения чего? Танка. Колючая проволока. Колючая проволока. Позиционный кошмар. А, и связали колючую проволоку? Взяли братка, вернули его заду наперед. Поставили вертикально газон-косилку. Здесь какой-то кроникузов на него лепили. И предполагали вот таким вот образом выдвигаясь на колючую проволоку, простригать в ней проходит. Получилось? Ну, французцы сделали это в 15-м году практически уже под появление танка. А танк оказался лучше. Но не получилось. Ну, технически это работает. Другое дело, что по любой первой мировой даже на этого трактора мало проходили. Так называемый лунный пейзаж. Сплошные воронки и кратеры от разрывов снарядов.